Слава Украине! Привет всем от Полонского. Зеленский не говорил, что Бахмуд сдан. Рейтерс немножечко напутала с вопросами и ответами. Там на Зеленского сыпались вопросы. Видео мы уже вывесили. Ссылочка на это дело ниже в описании к данному ролику. И потом просто перепутали ответы, прицепили не тот ответ к тому вопросу. Соответственно, получилось, что Бахмуд сдан. И Зеленский подтвердил, что в городе еще продолжаются бои. Даже если они там продолжаются. Но, ребята, в принципе, это мало что меняет. Потому что, ну, удерживаем мы там еще несколько домов или не удерживаем. На самом деле, стратегически уже значения большого не имеет. Бахмуд, как я говорил, свое предназначение перемолотить, перемолоть, уничтожить. Наиболее боеспособная часть российской армии полностью выполнил. И, скажем так, еще одна очень значительная вещь. Бахмуд не то, что замедлил. Он уничтожил российское наступление. Просто помножил его на ноль. Которые вот они запланировали на февраль, март, апрель, месяц. Они за это время рассчитывали этот Бахмуд и Солидар пройти просто так. Уж помните прекрасно, да? Занять там Часовьяр, Константиновку и дальше туда пойти. Делать котлы. И вот это все они сначала потухли в Солидаре, а потом вообще увязли в Бахмуде. И там уже, собственно говоря, свой конец нашло порядка 100 тысяч расшистов. В Солидаре еще там от 20 до 30 тысяч. То есть, фактически, вся боеспособная, то, что была у них боеспособная армия, оно все там и осталось. То есть, Бахмуд на 100% выполнил свою роль. Поэтому стратегически не имеет никакого значения, мы стоим 100 метров здесь или 100 метров там. Во-первых, мы по флангам жмем. И, ну, расистам там сейчас нету особо особых надежд. Даже если они зашли в Бахмуд, ну что, они в результате попадут в котел какой-то. В что-то или в другой, понимаете? Поэтому, ну, пока что давайте так. Ситуация на настоящий момент. Официально город не сдан. В городе продолжаются бои. Но, еще раз повторюсь, большого уже категорического значения, увы и ах, это уже не имеет. Наши титаны, наши красавцы, молодцы. Ничего не скажешь. Вообще умнички. И как они это все сделали? Конечно, заложные с Ирским. Они тут все спланировали великолепно. А наши солдаты это все исполнили. Да, тоже с большими потерями. Но, вот видите, зато расисты остались без боеспособной части своей армии. Сейчас у них там начинаются пляски с бубнами. Эти выходят, эти не выходят. Кто на себя тянет одеяло? Ну, это мы оставим им. Пускай они между собой там одеяло перетягивают. Кто, чего, куда. Вот это перетягивание одеяло им поможет в ходе разборок уже на России, которые грядут. Нас это не касается или мало касается. Нам главное одно. Рашистов. Вот все наступление рашистов, оно закончилось в Солидаре и в Бахмуте. Все. А как там оно будет дальше? Начнется наше контрнаступление. Освободим и Солидар, и Бахмут, и Донецк, который там. Так что успокойтесь, все будет нормально. А пока что официально бои за Бахмут продолжаются. Слава Украине!